Добрый вечер. Мне бы хотелось доложить первый опыт клинического применения нашего радиофанопрепарата, АВАТЕХ, теперь он уже называется АВАТЕХ, для виздации вторжевых лимфоузлов при раке шейки матки. Концепция вторжевых лимфоузлов, вторжевой лимфоузел, предыдущий оратор уже говорил, это первый лимфоузел, который фильтрует лимфу и становится капканом для азлокачественных клеток. Мне бы хотелось бы подчеркнуть, с радиологами, когда разговариваешь, все понятно, с клиницистами все сложнее. Все почему-то упирают на накопление препаратов в лимфоузле, на количество накоплений препаратов в лимфоузле. На самом деле единственным объективным критерием является именно морфологическое исследование вторжевого лимфоузла. Это вот радиологи почему-то все понимают, а клиницисты не очень. То есть именно морфология, когда гистологи нам сказали да-нет, вот тогда это является критерием поражения бассейна. У больных с ранними стадиями злокачественного образования метастазы в лимфоузле обнаружатся лишь в 10-10% случаев. Соответственно, выполнение радикальных лимфоаденоктомий увеличивает риск послеоперационных осложнений. В разных странах определение стажевого лимфоузла входит в стандарты оказания медицинской помощи при раке молочной железы, меланомии и пеперостатии. При опухоли и других лимфоузлах это еще находится на научном поиске. Существует два метода выявления стажевых лимфоузлов. Первый – это кашевание, либо синькой, либо теперь флюористрирующими препаратами, либо инъекция коллоида. В настоящее время есть несколько препаратов, которые используются для выявления стажевых лимфоузлов. Наиболее удобный из них, наиболее оптимальный – это все-таки нанокол, имеющий наиболее оптимальный диаметр молекулы около 80 нанометров. Все остальные – либо мелкие, либо более крупные, что, соответственно, уменьшает эффективность. Классический радиофарм препарат для выявления стажевых лимфоузлов из места инъекции поступает в стажевого лимфоузла и затем перестеляется от него в лимфоузлу второго и дальнейшего порядка. Соответственно, интероперационно возникает несколько очагов повышенных накоплений. Это место инъекции, это стажевого лимфоузла, это лимфоузла другого порядка. И иногда найти именно стажевого лимфоузла, выяснить, что он стажевой по интенсивности накоплений, достаточно сложно именно интероперационно, именно в операционной. Для препарата, который создали мы с Томским политехническим университетом, возникает маленькая другая ситуация. Препарат доходит до стажевого лимфоузла, учитывая, что он имеет желатиновую капсулу, которая после макрофагального захвата препарата именно макрофагами, которые находятся в лимфоузлах, он ее теряет. А сам гамма-оксид алюминия не является лимфотропным, то есть он по лимфатическим путям потом никуда не идет. Поэтому возникает всего два участка повышенного накопления РФП. Это место введения и стажевой лимфоузел. То есть это сильно облегчает поиск стажевого лимфоузла именно интероперационного. Мы проводили экспериментальные исследования АВАТЕХА. То есть интенсивность ее включения в сторожевом лимфоузле в разы отличается от других лимфотропных аналогов. Вот у нас с антиграмма, место инъекции, это крыса. Через два часа после введения место инъекции и акселярный лимфоузел. По сути, мы имеем два участка повышенного накопления препарата, которые очень хорошо идентифицируются. Наш институт имеет патент на данный препарат. И в 2014 году мы вошли в топ-100 лучших изобретений России по данному препарату. Из медицинских изделий там всего два. Мы и еще. Таким образом, цель нашей исследованием была сравнить возможности АВАТЕХА и технифиза для визуализации сторожевых лимфоузлов у пациентов с раком шейки матки. В исследовании всего включено 40 пациентов. 40 пациентов, вернее. Все пациенты разделены на две группы, по 20 человек. В первой группе вводился АВАТЕХА, во второй группе вводился технифит. Но вторая группа – это исторический контроль. Мы сейчас технифитом пакетички не пользуемся. Всем больным выполнялась антиграфия и интероперационная с помощью зонда Гамма-Файндер. У пациенток с раком шейки матки в результате поведенного исследования в первой группе пациенток выявлено в сожжевые лимфоузлы при аспекте выявлено у 18 пациенток в количестве 33 лимфоузлов. Во второй группе 23 лимфоузла у 15 человек. При интероперационной радиометрии стажевые лимфоузлы выявлено у 19 пациенток в количестве 35 лимфоузлов. Во второй группе всего 24 лимфоузлов у 18 пациенток. Наиболее часто стажевые лимфоузлы при раке шейки матки при введении в шейку матки располагались относительно группе наружных поддошных, это практически больше 50%. Реже это внутренние поддошные и общие поддошные лимфоузлы. Интенсивное исключение авотехов в торжевую лимфоузлу при аффекте составляло от 7 до 11%. Место введения при радиометрии стажевые лимфоузлы повышалось и было от 17 до 31%. При анализе данных для технифита значения состояли 1,5-4% и 3,7% соответственно. Таким образом, при применении радиофармпоплата АВАТЕХ у пациенток с ракой шейки матки в торжевую лимфоузлу выявлено с чувствительностью 95%, чувствительность по использованию физиатного колода составила 85%. И АВАТЕХ имеет более высокую интенсивность фиксации в торжевом лимфоузле, что облегчает его визуализацию. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.